Бинго, это так и есть. На самом деле, последний раз Европа была готова к войне в Первую мировую в 1914 году, потом больше никогда. Ни Франция не была готова, никакие страны. Англия спасло только то, что там был Ла-Манш, и они сумели, когда совсем припекло, время у них было, они подготовились. Да, еще Финляндия. Но финны и сегодня готовы. В Финляндии 75% опрошенных мужчин готовы стоять на защиту своей родины, если на нее нападут. А в Германии 17% военнообязанных готовы идти на войну, остальные вообще не хотят. Вот вам разница. Так что да, но это же, я бы даже еще и расширил, что, посмотрите, Украина разве была готова к нападению России, хотя война шла с 2014 года. Даже с 2008 года было уже понятно, что Россия агрессивна. То есть мирные страны, демократически ориентированные страны, они в принципе и получаются не готовы к таким войнам, все думают, что все как-то обойдется. И только когда уже начинается, самое страшное, начинают принимать какие-то меры. К сожалению, оно так и есть. И мы, конечно, немножко странные с тобой люди, но если бы даже еще и мы бы ничего не говорили, но европейцы, когда они придут к тому, что они уже на войне, что им надо срочно что-то делать? Сейчас какие-то военные про это заговорили. Но к военным какое там отношение? Это же милитаристы, это же военщина. Что их слушать? Левая публика, воспитана на пацифистских идеях, просто их не воспринимает.